Сработало? Стало меньше злиться? Да. Контроль эмоций, дисциплина, борьба с ленью. В детском отделении краевого наркодиспансера работа над собой ежедневная. Выглядит как детский лагерь. На деле больничное учреждение, где расписан каждый час. Так здесь отучают детей от вредных привычек. Я делал поделки, рисовал, читал книги. Все такое делал. Занимался в спортзале, делал уроки. Я не буду делать, дышать бензином. А буду, наоборот, помогать маме, помогать папе. Сейчас здесь 12 пациентов. Обычно это дети в возрасте 11-16 лет. Преимущественно с тягой к алкоголю. Одни попали сюда из детского дома, других привезли сами родители. По словам сотрудников, дети, как правило, лечению не противятся. Слишком плотный досуг и развитие. Выполнение поделок, бумага, творчество. Сколько баллов они заработали, они могут как-то их потратить. Да, потратить. Здесь занимаются комплексной терапией. Если даже с медикаментозной все начинается, подкрепляется все работой с мотивацией. Если подростки ведут себя плохо, получают штрафы за прилежное поведение, баллы, которые потом можно обменять, например, на звонок родителям или интернет. У нас есть воспитательская комната, где у нас немножко так она оборудована под творческую мастерскую, где работают социальные работники с ними. И они творят поделки. Шьют мягкие игрушки, бумаготворчеством занимаются, торцевание, квилинг. Он стал более спокойный. Он начал рассуждать. Он рассуждает. Он теперь уже расставил свои цели, что ему нужно, куда он хочет. То есть все это он уже сопоставил. Все это он... Я так думаю, что понял. По словам женщины, спустя 30 дней она не узнает своего сына. Он начинает думать о будущей профессии и намерен хорошо закончить 9 класс. Но понимать заново свое место в этой жизни приходится и самим родителям. От их участия и поведения напрямую зависит результат лечения подростков. Для этого здесь применяют семейную психокоррекцию. На сеансах психолог объясняет мамам и папам, как нужно общаться со своим ребенком, как правильно наказывать и любить. Ругать их нельзя, кричать их нельзя на них. Только с ними теперь разговаривать. Больше никак. И на этом делают очень большой акцент. Разговаривать. Внимание и любовь родителя к ребенку проявляется не в дорогих телефонах, не в красивой одежде, не в большом количестве, собственно, этой одежды. Не в разрешении постоянно делать все, что угодно. А быть рядом, присутствовать, постоянно присутствовать в жизни ребенка. И такая семейная терапия дает самые лучшие результаты, говорят сотрудники диспансера. По крайней мере, эта женщина уверена, что свою жизнь она уже меняет. А ее сын возвращаться в диспансер не планирует. А вот что намерен делать, так это помогать родителям в уборке. И развиваться, чтобы на вредные привычки не оставалось ни времени, ни желания. София Яценко, Анастасия Дороган, Николай Шилко. День с толком.